Приветствую вас, Ольга. Я прочитал ваш вопрос, хотел бы на него ответить. Во-первых, наверное, сложно будет что-то добавить к ответу моего коллеги Игоря Леонидовича. Достаточно подробно написал вам ситуацию он, но я все же постараюсь осветить некоторые моменты. Вы знаете, вот, ваше письмо, оно вызвало у меня такое ощущение, как будто я за какой-то стенкой или перегородкой, вот что-то такое. То есть вы вроде бы описываете какие-то определенные моменты, вроде бы вы пишете, ну, описываете эмоции, что вы любите его, что вам больно. Вот. Но в то же время это как будто очень такие приглушенные чувства, это такое ощущение, что как будто приглушенные эмоции. Как будто неуверенные, что ли, чувства. Вы даже свой вопрос, свой запрос пишете крайне неуверенно. Хотела бы. То есть, не хочу, помогите мне. Так, как вернуть, что можно сделать, чтобы вернуть. А хотела бы узнать, можно ли вернуть. Понимаете? То есть, как будто вот вы сами уже сомневаетесь в том, да, есть ли вообще возможно, ну, есть ли вообще такая необходима. Это такой момент. Следующий момент. Значит, вы пишете, значит, что отношения отошли на нет, живем в разных комнатах, секса нет два месяца, не общаемся, никакие темы. Когда приказы с ним отщатываются, подошли на бред, да, то есть, вот, человек боится с вами близости. Ему близость с вами неприятна. Значит, где-то вы выступаете как угроза близости человеку. Опасно с вами близость. Ну, близости находиться. Дальше. Не выдержала, вывела на разговор. Знаете, вот, опять же, вывела на разговор, да, звучит как, ну, знаете, как вот некое принуждение, что вы его взяли и вывели. То есть, человек не хотел разговаривать, взяли его и вывели. Причём, причём вывели его на разговор вы в плане того, что, ну, спрашиваете у него, как бы, ну, что с ним. Вот. То есть, не свои чувства вывел выражать. А вот. А, как бы, спрашиваете у него. Что тут такая вот, ну, больше, знаете, я бы сказал, это в какой-то степени экспансивная позиция здесь ваша. Вот. То есть, я вас не обвиняю. Вот. Вы поймете правильно, да, я вас в никаком случае не хочу обвинять. Вот. Вот. Ну, выглядит. Выглядит всё... Выглядит всё именно так. Вот. Дальше. Так, сказал ты не устраиваю его как женщина, а не как жена, и вообще он во мне не нуждается. Ну, опять же, здесь это выглядит как, как своего рода защита, да. То есть, человек вот просто защищается. Такое ощущение, да, что вот старела обида, она перегорела и вот превратилась вот в такую равнодушность. То есть, вытеснил её, её человек. Я сказал, если люблю его, что мне больно. Ну, вот, понимаете, здесь очень важный, тонкий и деликатный момент. Есть, надену. Люблю, значит, принимаю и хочу сделать счастливым. Это если люблю. Понятно? Это скорее про некий конфликт у вас. И к любви боль отношений не имеет. То есть, как бы, ну, может быть грустно, безусловно, может быть грустно, но не больно. Вам именно боль. То есть, как будто вы вот для себя что-то упускаете, да, как будто вы для себя что-то теряете. Вам боль. Лично я думаю, что цепляетесь вы за некое своё прошлое. Когда вы были, ну, скажем так, достаточно пассивны. Вот. То есть, ну, например, когда вы, например, были домохозяйкой, да, вот вы цепляетесь. Как будто бы за это. И как будто бы вы боитесь. Как будто бы вы боитесь. Как будто вы боитесь. Того, что ситуация может, может, ну, как-то вот вернуться. И вам будет не на кого опереться. Да, то есть, ну, есть вот причины, да, по которым, по которым вы, ну, были, вот, такой пассивный. Да, да, были, были причины, причины. И я думаю, что вот эти причины, они сейчас вами, ну, движут как раз. Вот. В сторону, в сторону того, чтобы цепляться за мыть. Именно это вам больно. Именно больно. Именно больно. Именно больно. Из-за этого. Именно больно. Вот. А любовь, 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 это немножечко про другое. Как мне видят. Вот. Дальше. Идём, значит, так. В ответ исключилось. Мне надо было думать три года назад. Ему тоже не было больно. Ну, а теперь безразличность. Я давно заброшу оформировать карьеру. Ну, здесь, как бы, наблюдается что? Здесь наблюдается некое такое расхождение, как мне кажется. То есть, ну, человек не понял, что вы реализуетесь, да, что вы хотите реализоваться. Как бы, человек этого не одобрял. К сожалению. Человек почему-то этого не одобряет. Человек почему-то этого боится. Ну, возможно, он не уверен в себе, что частично указывает факт наличия его ревности, да, потому что уверены в себе люди не ревнут. И здесь причина может быть в том, что он старше, там, знает, что это более молодые мужчины, там, и прочее, прочее, прочее. А вот, с другой стороны, вы говорите, что у него кто-то и кто-то есть, но это не факт. Ну, то есть, тут, пока в этой стороне. Дальше, значит, вы не были достаточно эмоционально близки, чтобы все это, вот, то, что вы начали заниматься карьерой, чтобы все это прожить, как-то вот, ну, вместе, да. Да, чтобы как-то вот, ну, в близость это сотражить, чтобы осознанно к этому, к этому самому пройти. А вот, вы не были настолько близки, к сожалению. И, это тоже, тоже достаточно важный момент, потому что это вопрос доверия между вами. это вопрос того, как вы воспринимаете себя, это вопрос того, как вы воспринимаете своего мужа, как вы его видите. Это вопрос, вот все про эти моменты больше. Вот, то есть это очень важно, потому что если, условно говоря, муж вас не понял, да, если муж не понял, чего вы хотите, если муж не разделял, не разделяет ваши, вот, взгляды, то это значит, что в какой-то момент, ну, наверное, не особо вас это волновало, вот. Я не говорю о том, что вас именно должно на 100% волновать то, что он не согласен, но с мужем вопрос этот вы не решили, и его эмоции до конца проучиться не было. Тогда специалистов вы не обратились. Это вопрос мотивации, это вопрос значимости, это вопрос вот того, насколько для вас была значима карьеры, насколько для вас, естественно, была роль хозяйки, вот, и так далее. То есть это все такие достаточно важные нюансы, на которые, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Дальше, значит, я 9 лет была домохозяйкой, 5 лет назад пошла работать, имею хорошую зарплату и руководящий долг, хорошо выглядишь и служу за собой. Ну, я думаю, что дело здесь отчасти в том, что мужчина начал видеть вас конкурентом. То, что вы там, вероятно, ну, вы, вероятно, зарабатывали больше чем он, или зарабатывали больше чем он, или зарабатываете больше чем он, я не знаю, конечно. Вот. Но, вот, есть какие-то у меня, ну, такие вот мысли на этот счет. Вот. Есть у меня, ага, такие вот мысли по данному вопросу. То есть, опять же, не просто так, не просто так. Человеку, и ревновал, и как-то, ну, негативно относился к тому, что вы пошли работать и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, это все, как бы, имеет основания, на мой взгляд. Вот. Ну, вы этим пренебрегли. Я опять же повторю, что я вас не обвиняю сейчас в том смысле, что мне это неинтересно, мне неинтересно вас обвинять, я больше говорю именно, именно об этом. про то, что тогда, тогда мотивация, мотивация у вас была, ну, вероятно, вероятно, гораздо мощнее и сильнее работать, да? Вот. Чем, ну, чем сейчас. Чтобы прям, ну, горели этой вот идеей. Вот. Вопрос заключается в том, ну, почему для вас это так важно? Ну, было, было. Ну, вот, в принципе, то, что, что, я могу, эм, эм, сейчас сказать. Ну, пожалуйста. Дальше. Эм, так, значит, эм, неообстановенный вопрос, если у него другая ответа, какая разница, и правда. Какая разница. То есть, если вы на грани развода, то, действительно, какая разница. Понимаю, что вероятно есть. Телефонные пароли. Часто не очень свидетельство о цитях. Детей бездельно любит, не хочет, чтобы вы уходили, мне придется снимать квартиру. То есть, вот, у себя чувствуется жертвой. Говорит, оставайтесь, оставайтесь, здесь дедам комфортно. Но оставаться в позиции жертвы, жить в разных комнатах ради комфорта детей, я не согласен. Вот, значит, это очень правильная позиция. Эм, здесь с вами нельзя не согласиться. Вот, с этой, с этой позиция, действительно, очень зрелая. Вот, то, что вы, ну, не хотите, то, что вы не хотите, чтобы дети трамвали, это же здорово. Это главное, вы большая молодец. Что к этому пришли, в общем и целом, сама. Вот, но то, что вы ревнуете своего мужа, по сути, вероятно, другую девушку, которая у него есть для человека, это может выглядеть как, ну, по сути дела, как попытка контролировать. Вот, попытки его контролировать. Поэтому, вот этот момент, эээ, я думаю, ну, необходимо как-то пока отложить. Если он обижен на вас, допустим, по какой-либо причине, то подобные вопросы, они будут его еще больше злить. К сожалению. Дальше. Так, значит, в их сознании формируется уродливая модель отношений. Ну вот, эээ, вы понимаете, какая штука? Да, вроде бы я здесь могу с вами согласиться на счет формирования уродливой модели отношений. Но, эээ, не очень понятно, эээ, когда вы, эээ, после девяти лет, эээ, пребывания в роли домохозяйки, эээ, который, вероятно, привык, ээээ, ваш муж, эээ, эээ, начали работать. Ээээ, это разве не, эээ, изменения модели, ээээ, ну, отношения модели семьи. То есть, тут, эээ, тут почему-то все хорошо, да, тут, эээ, ну, тут все нормально, тут все супер, вот. Тут модель семьи не, не уродлива, эээ, а эта модель семьи не уродлива. Да, вы, эээ, с мужем, как я думаю, эээ, не, эээ, ну, не проживаете, ээээ, до конца, эээ, его, эээ, отношения, да. Ээээ, к этому вопросу, его, там, не знаю, чувства, вот, по поводу того, что вы начинаете работать, хоть он этого не хочет, не хочет, допустим. Это не уродливая модель. А, то, что, сейчас, это уродливая модель. Ну, это, на мой взгляд, несколько двойные собаты, или вы немножко себе запутались. Может быть, это ваша позиция, но, в таком случае, не совсем понятно, почему вы начали приходить раньше. Дальше, эээ, так, значит, эээ, пытался знать, что конкретно изменить, я действительно много работаю и мало внимания уделяю ему и детям. Эээ, почему, Ольга, вы, эээ, много работаете и мало уделяете внимания ему и детям? То есть, вы, вот, вы поймите, что вы как-то к этому пришли, вы как-то к этому пришли, к этой позиции, каким-то образом. Вы, эээ, сделали свой выбор, понимаете, он, эээ, неплохой этот выбор, он хороший этот выбор, он что-то просто выбор, вы его сделали, вы его сделали, этот выбор, и всё. А сейчас, вот, на данный момент, вы хотите сказать, что вы его изменили. Ну, выбор, 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 вы изменили свой. И это показывает, эээ, вот, ну, в какой-то степени, это показывает вашу неуверенность, эээ, в своей собственной, эээ, в своей собственной, эээ. позиции. Понимаете? Какая штука. Так, просто, вот, ваша неуверенность в, эээ, в собственной позиции, что вы ее меняете. А там, ну, дальше, вот, опять же, эээ, то, что коллега, как я сказал, эээ, ну, кудрышок, эээ, Игорь, эээ, Леонидович, эээ, вот, это, эээ, ну, более чем, эээ, корректно. То, что муж, муж, вот, эээ, ну, реагирует, реагирует на, эээ, на ваши, на ваши действия, он реагирует, вот, эээ, так он реагирует, эээ, ну, как бы, негативно. А, вот, это вызывает у него ощущение превосходства, ему нужно, эээ, еще, 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 вот, то есть, как бы, ну, чувствуется, что, чувствуется свое, вот, превосходство над, над вами. То есть, вы, эээ, таким образом, да, пытаясь, эээ, изменить что-то, вы, ну, эээ, вы не делаете, ээээ, хорошо, ни себе, ни мужу, ни мужу, вот. Эээ, к, 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 к сожалению. Это, вот, опять, опять же, то, то, что, я могу вам сказать. Дальше. Эээ, ранее испытывал ревность, позднее возвращение домой, сейчас стараюсь приходить, раньше делать руки с детьми, но он равнодушен. Ну, опять же, эээ, почему вообще начали поздно, поздно, домой, ээээ, как бы, ну, возвращаться? То есть, как к этому вы пришли? Это первое. А, второе, это, эээ, почему начали раньше приходить? Такое ощущение, что вы это делаете, как, как бы, ну, для, ээээ, для мучи, что ли. То есть, вы это делаете не столько для, ээээ, для себя, да, вот, не потому, что вы, там, там, ну, хотите, хотите этого делать, да, не потому, что вам хочется так делать, а для мучи, вот, ну, это, ээээ, он чувствует это. Я понимаю, что люблю его и хотел бы все наладить. Ээээ, что именно все наладить, Ольга, вы хотите? Ну, вот, ээээ, серьезно, что именно все наладить, вот, все, это, это что? То есть, то, что вы, ээээ, то, что вы пишете, то, что вы пишете, то, что вы описываете, это, ну, по факту, это ваши действия. Это, это, это ваши, ну, выборы, да, то есть, это все ваши выборы, это все то, что вы делали. И, что, что вы хотите наладить? Вы хотите, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы уже это делаете сейчас, то есть вы уже сейчас в какой степени свой выбор обесцениваете, потому что вы делаете шаг назад для того, чтобы вот мужу угодить. Он обвиняет вас в том, что вы поставили карьерные ценности к карьеру выше, чем семейные ценности, он обвиняет в этом, и он, наверное, расценит это как предатель. Мне кажется, что вам действительно донести до него то, что он ну то, что вам важно, то, что вам важна работа, да, то, что вам как-то вот всё это очень важно, мне кажется. Вот это вам нужно донести до него, чтобы он не думал, что вы там условно просто карьеристка. И постепенно-постепенно можно вернуть ваши отношения. Ну, идея-то здесь в чём, идея-то здесь какая, да, идея здесь в том, что вы сами не определились, хотите ли вы развод, да, или все-таки как-то вот, ну, отношения, значит, ну, побороться, значит, как-то ещё постараться восполнить, ну, вернуть, да. Вот так. Такая вот история. Поэтому нужно разобраться в первую очередь вам с самым собой и вот в себе, в своих мотивах, вот, в том, что где-то как-то вы чувствуете себя виноватой, да, потому что, ну, мужчина вас винит, обвиняет вас в чём-то. Вот. И, ну, соответственно, соответственно, вот это то, на что вам нужно, на мой взгляд, обратить внимание ваше. Вот. Гармонизировать отношения можно, безусловно, можно и нужно это делать. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы, который вы задаете. вот. Так. Может, разлука даст возможность, хочется вызвать желание всё наладить? А, нет. Это манипуляция, опять же. Это больше похоже на манипуляцию, Ольга. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.